Продолжение следует... ...кабар-Азия, в которой мы освещаем основные экологические проблемы региона. При этом хотелось бы отметить, что внимания к экологическим проблемам уделяется не так много на самом деле, и поэтому мы бы хотели этот пробел восполнить и изучить, какие есть экологические проблемы в Узбекистане. При этом понятно, что для решения экологических проблем каждая страна поодиночке навряд ли справится, поэтому региональный подход кажется наиболее эффективным. Поэтому разрешите передать слово сегодня нашему модератору, уважаемому Пархот Хазловичу, который проведет наше мероприятие, и мы надеемся, что сегодня мы сможем узнать, каков опыт Узбекистана в решении организма можно применять для их разрешения. Позвольте еще раз всех участников нашего круглого стола поприветствовать. Добрый день, Сканер Акя. Добрый день. Еще раз. Я представляю негосударственное, некоммерческое научное учреждение «Караван знаний». По-узбекистане это Белем Карване. «Караван знаний» открыт, был создан несколько лет назад и является таким независимым аналитическим научным центром, который ведет исследования в различных областях, больше сконцентрированный в социальных аспектах, в социальных науках. И помимо исследовательской части в «Караване знаний» функционирует уже несколько лет дискуссионный клуб. В рамках дискуссионного клуба мы проводим различные дискуссии, различные круглые столы, семинары с приглашением ключевых спикеров, которые представляют нам свою тему, выступают на разные темы. И в зависимости от этой темы собирается соответствующая интересующая аудитория. Вот, можно сказать, данный круглый стол тоже является частью этой работы дискуссионного клуба. Это уже не первый случай, когда мы в онлайн-режиме проводим такое мероприятие. Ну, должен, наверное, с самого начала прежде всего сказать, чему посвящено наше сегодняшнее мероприятие. Наша экспертная встреча «Круглый стол» обозначена так. Тема «Экологические проблемы Узбекистана в сферах воды, воздуха и градостроительства». «Подходы для их разрешения». Ну, если кто видел анонс, программу нашего мероприятия, нашего круглого стола, мы даже выставили такие ключевые центральные цитаты наших участников, для того, чтобы было интересно, для того, чтобы представили суть сегодняшнего мероприятия. Я даже буквально, наверное, со своей цитаты начну и передам слово нашим участникам. Защита и забота об окружающей среде – это общая задача и долг общества и государства. Эксперты, экологи, аналитики, правительственные учреждения, негосударственные экологические центры, а также гражданское общество должны сотрудничать друг с другом больше, чем в любой другой сфере, так как окружающая природная среда одинаково окружает всех и тем самым объединяет всех. Дышим одним воздухом, пьем одну воду, живем в одном городе и поэтому вместе в ответе за их чистоту. Ну, буквально вот такое выступление было. И давайте начнем наше мероприятие, нашу беседу, дискуссию. И позвольте теперь слово предоставить первому спикеру Азаматаге Азизов, Центр прикладной экологии при Национальном университете Узбекистана. Азаматаге, вы обозначили свою тему водные ресурсы Узбекистана, проблемы безопасности и управления. Вам 10-12 минут, от силы максимум 15, я буду контролировать и регулировать. Вам слово, пожалуйста. Все. Добрый день, дорогие участники. Приятно, что мы собрались по таким очень важным проблемам. Моя презентация очень простая, вроде в то же время очень сложная. Водные ресурсы Узбекистана, проблемы безопасности и управления. Начиная презентацию, в первую очередь хотелось бы сказать о функциях воды. Ну, конечно, вода обеспечивает жизнь всем живым организмам на планете, служит среду обитания, участвует в глобальном водопороде. И, конечно, она является климатообразующим и ландшафтообразующим фактором. Она позволяет нам решать многие социальные проблемы, гигиена, здравоохранение, быт. И несет рекреационную нагрузку, то есть зону отдыха. Определяет экономическое развитие государства, сельское хозяйство, промышленность, гидроэнергетика и другое. Из-за этого можно сказать, что вода важнейший природный ресурс. Теперь о проблемах. Ресурсы пресной воды в нашей стране ограничены. Это где-то 10-12% от необходимой потребности. И они, к сожалению, неравномерно распределены по территории. Водопотребление в стране растет, рост экономики и населения. И, конечно, обеспеченность водных ресурсов на души населения падает. Надо отметить, что нагрузка на водные ресурсы превысила уже допустимые пределы. И нарушен, к сожалению, паритет в использовании водных ресурсов между обществом и природой. Поэтому тратятся очень большие усилия, чтобы обеспечить население водой. Но, к сожалению, растут затраты. Не решив проблемы обеспечения территории, которые испытывают дефицит водных ресурсов, возможно, невозможно решить проблему их устойчивого развития. Вот годовой забор воды на одного жителя в некоторых странах я приведу. Вот в Узбекистане где-то 1760-1860 кубических метров на одного человека. В Египте 1100-1200, в Судане 1000-1100. Обратите внимание на Израиль. 450-480 кубических метров. Страна, где бережное отношение к водным ресурсам находится на самом высоком уровне. И они не много обсуждают дефицит водных ресурсов. Они используют все свои внутренние ресурсы. Вопрос. Настолько ли актуально правление дефицита водных ресурсов? Я не уверен. Парадоксы. Воды вроде бы достаточно, но имеется дефицит водных ресурсов на местах. Низкий, к сожалению, уровень экономических и правовых отношений при распределении, потреблении и использовании воды. К сожалению, пока отсутствует четкая и обоснованная ценовая политика на водные ресурсы. В производстве мало используются маловодные и безводные технологии и технологии оборотного водоснабжения. К сожалению, в сельском хозяйстве мы наблюдаем нерациональное и порой ростатительное использование водных ресурсов. И пока, к сожалению, мало применяется водосберегающая технология, особенно при поливе. Недостаточно используется опыт предков бережного, рационального и уважительного отношения к воде. И недостаточно используется вторичный водный ресурс. Это имеется в виду маргинальные воды, то есть засоленные воды, очищенные источные воды, дренажные воды, там, где необходимо, можно было бы использовать опроснение. Низкий, вот, к сожалению, низкий уровень образования и воспитания части нашего населения в результате приводит к неправильному использованию и загрязнению водных ресурсов. Почему я сейчас обращаюсь к сточным водам? Потому что все проблемы водных ресурсов невозможно решить. Давайте посмотрим, что творится со сточным водой. В Ташкенте призывает 3 миллиона человек, и действует около 600 предприятий, которые сбрасывают недостаточно очищенные сточные воды. В сутки станции очистки могут очистить около 2 миллионов сточных вод. Все, к сожалению, станции работают по технологиям 60-х годов прошлого века. На станции идет или завершена реконструкция, заменено устаревшее оборудование, но не технологии. Лаборатории станции даст начинены, но не установлена система автоматического контроля для того, чтобы принять оперативное решение по тому, какие сбросы поступают на станции. Станция рассчитана на очистку хозяйственных бытовых стоков, но сегодня в канализацию поступает очень много промстоков опасных. Поступление токсичных стоков приводит к ухудшению очистки и гибели активного ила. А на восстановление этого ила может уходить даже не в месяцы. Вот мы обследовали очистные сооружения совместно с УСОС, сотрудниками станции, биологические очистки. Мы измеряли 7 показателей, которые непосредственно получались на этих станциях. И всего определилось 22 показателя, включая химическое потребление кислорода, биологическое потребление кислорода и интегральная токсичность. К сожалению, не все станции могут это себе позволить. Вот Саларская станция, пущена в 1961 году, мощность 996 тысяч квадратных метров. Вот наши сотрудники участвуют в обследовании. Басунская станция, аэрация. До 850 тысяч метров в сутки. Вот бектимерские очистные сооружения. Всего лишь 25 тысяч могут очищать, но фактически нагрузка в среднем всегда вышепроектной. Но самое неприятное то, что доля промстоков может достигать от 70 до 85%. Проблемы. Высокое содержание органического вещества и токсичность 100 услугов. Непонятно почему, исключено из нормативных показателей химическое потребление кислорода. И БПК-5 приравнено к БПК-20. Это вообще нонсенс. Это часто наблюдается в спухании гибели активного ила из-за высокого содержания токсичных промстоков. Мониторинг. Надо поднимать на новый уровень начисленных сооружений. Мы часто наблюдаем избыточные загруженные станции биологической очистки. Очень важная проблема – это обезвоживание и обеззараживание избыточного активного ила, потому что он много содержит патогенных организмов. Отсутствие на предприятиях локальных очистных сооружений и неудовлетворительная работа существующих. Это не пустые слова. Мы проведали очень много этих предприятий. У нас есть база данных по ним. Устаревшие технологии биологической очистки источных вод. Ну, это я уже говорил. И, конечно, повышение. Необходимо повысить эффективность работы микробиологического сообщества активного ила и их гидробионтов. Некоторые выводы. Интенсивное использование водных ресурсов является в стране неустойчивым, а нехватка водных ресурсов становится сдерживающим фактором экономического и социального развития. Состояние загранили поверхностных и подземных вод вызывает тревогу. Изменение климата негативно влияет на водные ресурсы не только в стране, но и в регионе. Недостаточно объединены усилия государственных, частных структур, неправительственных организаций, которые бы совместными усилиями позволяли бы преодолевать проблемы водных ресурсов в стране. Я считаю, что водную и экологическую безопасность следует отнести к числу наиболее важных проблем в государстве. Отрешение проблем водных ресурсов и охрана окружающей среды зависит от процветания и качества жизни настоящего и будущего поколения. Это надо всем нам понимать. Направление устойчивого водопользования. Переход к социально-экономической политике. Надо сбалансировать рост населения с возможностью природы и прежде всего водных ресурсов. Следует проводить регулярно оценку и прогноз влияния изменения климата на водные ресурсы и водопотребления. Вводить научно обоснованные планирования на перспективе. Искать взаимоприемлемое и взаимовыгодное сотрудничество между странами и регионами в управлении и использовании водных ресурсов. Конечно, надо готовить сельское население к жизни в условиях нарастающего дефицита. То есть адаптировать, научиться адаптироваться к меняющимся условиям. Государство уделяет достаточно много сейчас внимания улучшению положения сельского населения. Использование нетрадиционных источников энергии. Влага, атмосфера, маргинальные воды. Конечно, широкое использование водозаберегающих технологий в сельском хозяйстве, маловодные и безводные технологии, промышленности, бережные отношения к быту позволят во многом решить водные проблемы. Охрана и от истощения и загрязнения водных ресурсов – главная задача. Эффективность связана. Если мы повысим экономические программы и увеличим доходы населения, что явятся движущиеся силы для наращивания людского и организационного потенциала и позволят комплексно, именно комплексно решать природоохранные и водные проблемы. Очень важно просвещение, образование, воспитание и создание правовых основ для формирования грамотного общественного мнения. Общество должно быть в состоянии оценивать и принимать обоснованные решения по защите родной природы и созданию устойчивого водного будущего. Ну, я бы хотел всем напомнить, что знание законов экологии, оно позволяет по-другому смотреть на природу и на природные ресурсы. Вот Барик Каманер все законы экологии свел очень простым понятием. Если мы будем понимать, что находится под каждой строкой этих законов, мы тогда лучше будем относиться к природе. Место образования и науки в достижении устойчивого развития. Вот это вот пирамида. Смотрите, наука и образование что дают? Подготовка в квалифицированных кадрах. Научная обоснованность принятия управленческих решений. Разработка технологий, способствующих устойчивости. Это дает возможность экономическому благополучию, социальной справедливости, экологической безопасности. Все это составные части устойчивого развития. Ну и в заключении. Что умением не храним, потеряем, плачем. Пословица. Хочешь управлять страной, научись управлять водой. Древний афоризм. Древний афоризм. Водопроводы все еще у нас как бы от 60-х годов прошлого века функционируют. Это те водопроводы, которые мы используем тоже, такие же, да? В таком же состоянии, к сожалению, и очень многое придется тут нам совместными усилиями реконструировать, реконструировать, доводить до нужных нормативов так, чтобы это действительно защищало наши водные ресурсы от истощения и загрязнения. Да, такой вопрос. Вот все время, когда хожу мимо или по берегу, или просто проезжаю мимо, смотрю на Босу или Анхор, замечаю, наверное, все это видят, замечают, насколько внешний облик, внешний вид реки, Босу, переходящий в Анхор, изменился с точки зрения, во-первых, там какое-то, я не знаю, заиливание, что ли, замусоривание. И можете что-либо сказать, есть ли какие-либо данные или исследования о каких-то таких очистных мероприятиях этих рек Босу и Анхора? К сожалению, очень много не санкционировав сбросов источных вод в эти наши основные водотоки. Это давно установлено, потому что если мы посмотрим на официальную статистику, которая поступает во многих изданиях, то мы увидим, что происходит загрязнение наших основных водотоков, тех, которые питает наш город даже питьевой водой, Босу, например. Если происходит заиливание, значит, мы мало очищаем это, мы мало обращаем внимание на то, что промстоки в некоторых предприятиях, они очень токсичны. Я мог бы привести пример. Это и кожевенные предприятия, это и текстильные предприятия, которые сбрасывают неочищенные стоки. К сожалению, это есть. Если мы не будем охранять наши водные ресурсы, то завтра у нас будет целая проблема. Где же мы будем доставать воду для питья, для наших хозяйственных нужд? А вот есть какие-то крупные технологии, я не знаю, какие-то инструменты или приборы, или какие-то транспортные средства, которые реку бы так вот очищали бы? Есть у нас такое? Ну, в принципе, в первую очередь надо сделать так, чтобы природа сама начинала работать. Лучше, если мы меньше будем сбрасывать стоков в наши водные артерии, потому что природа имеет определенный механизм, который позволяет ей очищать воду. Недаром узбеки говорят, если вода 7 раз переверится, то она очистится. Нам надо больше аэрировать воду, больше смотреть, как состояние водной флоры и фауны, если мы их сохраним, то они будут способствовать очистке наших стоков. Хорошо. Если у вас, у кого есть устные или письменные, письменных я не вижу, вроде нет, да, на чате. Вопросов? Пархот Фазилович, там есть вопросы, посмотрите в чат, пожалуйста. А, написано, а какой опыт сотрудничества с гражданским обществом, да, этот вопрос? Верно? Ну, с гражданским обществом. Мы проводим очень большую серию тренинг-семинаров по очистке источных вод, по мониторингу заводными ресурсами, по тому, какие новые методы оценки качества воды используются в мире, и в частности, то, что мы имеем в наш отдел. Мы получаем современное оборудование и учим людей, которые заинтересованы. Они приходят, смотрят, какие приборы и оборудование экспрессного анализа, источных вод и вообще вод любого происхождения. Мы с удовольствием принимаем. Мы десятки, наверное, семинаров привели на эту тему, где приглашаем и общественные организации, и заинтересованных сторон. У нас нет проблем взаимодействия с НО. Такой вопрос тут еще стоит в чате, от Ларисы тут написано. Можно будет получить презентации и контакты спикеров? Нет проблем. Ну, наверное, через организаторов круглого стола это можно будет запросить, да? Ну, если больше ни у кого нет вопросов, тогда и время тоже уже подсказывает. Спасибо вам большое, Азамадага. Перейдем к следующему спикеру. Ну, поскольку была, точнее, первая презентация связана была с водной проблематикой, то, наверное, водой и продолжим, и завершим, чтобы это было в тандеме, как говорится, взаимодополняемое. И поэтому, Искандар Акя, еще раз здравствуйте. Вам слово тогда, Искандар Абдулаев. Вы, по-моему, международная организация ЦАРЭС представляете. Пожалуйста, вам слово. Спасибо, уважаемый представитель. Коллега, я представляю Институт ЦАРЭС, Центрально-Азиатские и региональные экономические сотрудничества. Институт работает с большой программой ЦАРЭС. Я являюсь там отвечающим за науку и научное сотрудничество в регионе. Что касается, я не буду времени занимать и своей презентацией делиться, она уже есть, могу предоставить всем участникам. Очень здорово была первая презентация, четко определила определенные проблемы, связанные с водными ресурсами. Мы знаем, что природа не знает границ, в том числе вода. Наш регион особенно зависит от трансграничных водных ресурсов. Основные наши водные ресурсы – это Амударья, Сыргарья, трансграничные реки. А последствия, экологические последствия управления водными ресурсами у нас очень печальны. Вы знаете, в последние годы распада Советского Союза мы воочию уже информировали весь мир о воральской катастрофе. Ну, после также у нас растет население, у нас развивается экономика. И, к сожалению, наше экономическое развитие – это больше ресурс интенсивный. У нас очень большой след использования воды и экономики. Поэтому все страны, регионы, без исключения, очень серьезно зависят от водных ресурсов. В то же время, экологические аспекты управления воды, об этом, когда мы говорим, все представляем оральскую проблему, как она осуществилась, территория сократилась. Мы потеряли очень большое биоразнообразие. Сейчас появился новый, так называемый, степь или там новый оралкум. И разрушился Делта-экосистем. Это все вот именно вкупе экологических проблем. Не только качество, но это и возможность восстановления экологических среды нарушено, баланс нарушен. Очень много, миллион людей от этого пострадали. Но хотелось бы сказать, что сама по себе управление водными ресурсами в регионах имеет определенную специфику, которую надо обратить внимание всегда. Основные наши речные бассейны – это эндорические бассейны или закрытые бассейны, которые не имеют прямого связи с океаном, мировым океаном. Поэтому у нас всегда баланс воды зависит от того, что мы имеем. Больше мы будем ее употреблять, больше мы будем ее использовать. Мы больше будем ухудшать экологические состояния, связанные с водой. Кроме этого, конечно, эти бассейны, они также очень резко отреагируют на изменение климата, обмещательство человеческой деятельности, в том числе основном и сельского хозяйства. Поэтому испокон веков управление водой являлось очень таким особым, можно сказать, культурной частью всей жизни в регионах. Потому что в любом случае, развивая новые земли, орошая новые территории, возвращая использование дренажных источников воды, мы нарушаем экологический баланс, который и так является очень хрупким. И как было уже сказано про рестормодизм, у нас, в принципе, на долю человека, если посмотреть 5 наших стран, и сейчас 6, уже Афганистан можно подключить сюда, как является частью бассейна, мы используем на единице души насилия очень огромное большое количество сравнений с другими схожими условиями воды. И это один из проблем, и можно смотреть ее как бы один из решений также. Ну, кроме этого, мы должны понимать, что оридным климатом, таким, каким мы являемся, воспроизводство продуктов питания, сельскохозяйственной продукции, являются они не из основных условий. Мы хотим или не жадим, должны будем отбирать воду из водотоков. И в том числе, если посмотреть, ухудшение окружающей страны, связанное с водой, последние, начиная с 90-х годов, в начале было это именно загрязнение сельского хозяйства, это поступление воды дренажных соков в основном на большие реки с огромным количеством химикатов. Потом какое-то лет 15 она сократилась, есть изученные факты, уменьшился сок. Но потом опять, когда восстановление экономики пошло, конечно, началось восстановление, опять возвращение соков из-за загрязнения водных ресурсов. Но еще надо сказать, что сам по себе последние 27 лет управление водными ресурсами в регионы потерпело еще одно изменение. Если раньше основной часть воды протекала в летнее время, основном, когда поливали, сейчас постепенно эта структура смещается больше на зимно-весенний период, когда потребление энергетики требований растет, и, конечно, большие водохранилища, которые расположены в течение рек, они работают в большинственном энергетическом режиме. Это тоже привело к определенным изменениям, конечно, и качеству воды, и состоянию окружающей среды. Пока устоявшийся бассейн не найдено, но вот такой изменение тоже происходит. Что касается наших, как говорится, совместных работ в регионе по управлению водными ресурсами, она очень интересная. Несколько этапов мы прошли. Вначале мы пролонгировали в 1991 году те соглашения, которые были в советское время. Создали институты, такие как Международная водохозяйственная комиссия МКВК, потом позже Международное фоноспасение орала. Она работала, продолжала те решения, которые были приняты странами в составе Советского Союза. После, конечно, ближе к 2000 годам уже начались определенные отклонения, новые соглашения, и искали, конечно, какие можно найти решения водных проблем. Конечно, без определенных споров здесь не обходилось, но большим конфликтам это не привело, благодаря тому, что институциональная основа была все-таки построена. И, конечно, последние годы, начиная с 2016 года, это новый период, это и когда страны ищут более прагматичные вопросы. Что касается окружающей среды и соглашений, которые между нашими странами существуют с 1991 года, там, конечно, экологические вопросы не сильно отражены. Хотя институционально была создана Международная комиссия по устойчивому развитию МКВК, она, конечно, должна этим заниматься. Страны определенным уровнем каждый раз создавали, так называемые, бассейны плана Аральского моря, где были определенные блоки, полностью посвященные окружающей среде и экологии. Но деление воды всегда проходило между странами именно по объему. То есть, вот Международная водохозяйственная комиссия МКВК, состав которой находится наше министерство, которое отвечает за водные ресурсы, они всегда делили воду объемную. Качеством воды, конечно, она всегда возникала, особенно поднимал этот вопрос Казахстан, нижележащие страны, Узбекистан, но каких-то решений, связанных, как улучшить качество воды, честно говоря, до сегодняшнего дня, до 2017 года, где-то не было серьезно поднято. Благодаря улучшению политической ситуации и улучшению взаимоотношений нашими странами, в 2017-2018 году началось вот так называемое создание рабочих двух межгосударственных, между Казахстаном и Узбекистаном, в первую очередь, потом Узбекистан-Туркменистан, Таджикистан-Узбекистан и так далее. Вот один из комиссий, Узбекистан-Казахстан рабочая комиссия в своем составе имеет САП-комиссии по качеству воды. Я думаю, вот это можно начать как бы новую историю в нашем регионе по нахождению решений и совместной работы улучшения качества воды. Потому что решение качества воды в этих речных бассейнах никогда не может решить с одной стороны. Потому что этот бассейн, она начинается... из зоны формирования и дальше до конца, до Высшего моря. По всему течению происходят определенные изменения. Поэтому, если страны не будут совместно работать по мониторингу, по прекращению сброса этих загрязненных вод, достичь чего-то очень сложно. Допустим, вот такая как бы игнорирование экологических аспектов в управлении водными ресурсами, конечно, имеет экономические тоже определенные потери. И вот изучение, которое было проведено несколько лет назад, вот это два назад немецкими и центрально-азиатскими ученым, показывает, что это около 300 миллионов долларов ежегодно именно улучшение качества воды страны теряют совместно. Это очень большая сумма для региона. Без совместных решений ее очень сложно будет устранить. Последнее, что в последние годы еще возникают новые проблемы, да, это изменение климата. Вот изменение климата, о котором только в предыдущем закладе что-то же говорил, будет серьезно влиять на наши водные ресурсы. По разным расчетам, это примерно от 7 до 15% сокращения нашего сока, наших лейк. Кроме этого, будет расти водопотребление вот именно в жаркие периоды времени и как в последствии будет опять как бы спор завода будет расти. И здесь как раз таки один из элементов вот этого спора завода это окружает среда и экономическое развитие. Я должен был сказать, что всегда в нашем регионе мы приоритет давали экономике. То есть экономика должна получить сначала воду, а остальные, как говорится, потом. Я боюсь, что вот такой тренд будет продолжаться из-за того, что еще и коронавирус над нашими экономическими возможностями как бы серьезная плавня. Поэтому я думаю, что будет больше делиться, будет направляться вода на экономику. Но, к сожалению, это очень плохо, потому что изменение климата приведет не только к ухудшению недостатка воды для нашей экономической деятельности, но она будет тоже влиять на окружающие среды, где мы должны жить. Поэтому изменение климата будет трансформировать основные условия жизни, будет менять пограничные, как говорится, правила, и, конечно, уровень жизни людей ухудшаться. Поэтому доступ к чистой воды, доступ к чистой экологии будет являться одним из главных проблем, которые наш регион должен будет решить. И она должна решаться совместно. Конечно, есть решение здесь, и, в первую очередь, улучшение совместного мониторинга за состоянием водной среды, водных систем, экосистем воды, и найти те направления, где эта адаптация требуется, в первую очередь. Второе, вот только что было сказано, включение, конечно, общественности. Это главный, может быть, один из условий, к которому мы должны обязательно обратить внимание. Без участия общественности очень сложно будет что-то решить эффективно. А такие форматы решения, они апробированы нашим регионом. Это создание так называемых бассейнов советов, куда входят представители общественности, в том числе и экологи, те, кто занимается качеством воды, вопросами улучшения. И этот апробированный, например, восьми бассейнов в Центральной Азии, в Трансграничных такой системы уже апробированы, она работает, общественность, когда участвует в фланировании, когда участвует в мониторинге, она дает очень хорошие результаты. Что касается последней, конечно, решения региональные, но они должны начаться из местного уровня. Именно в местном уровне должны мы научиться работать как общество, смотреть источники загрязнения, прекратить определенные практики сброса воды в ненужное время на дренажные или источные системы. Это у нас, как говорится, главная болезнь, болячка, которая существует. Что касается финансирования этих мер, она огромная, конечно, дешевая, поэтому система мониторинга и система оценки качества воды и окружающей среды, она дорогая, поэтому, может быть, его не продвигает сильно, потому что нужны технологии, нужны сфинансированные субсидии и так далее. Следующая, конечно, это самая программа, как она выполняется на региональном уровне, но очень сложно начать совместную работу, так как у нас есть определенные еще недоговоренные вопросы по общей воды, а как мы ее будем делить, кто сколько получит и кто за что отвечает, не решив эти вопросы, конечно, качество воды будет сложно. А что касается продвижения и водосбережения, она определенным образом проходит медленно, но она проходит, я думаю, что Казахстан уже, Узбекистан начал субсидировать своих водопользователей для того, чтобы они могли применить такие технологии. Для этого нужно, конечно, время, не просто там деньги. Люди должны понять, а что они получат, потому что фермер это хозяйствующий субъект или водопользователь хозяйствующий субъект, она никогда не будет в первую очередь смотреть экологические вопросы, к сожалению, поэтому он должен видеть в этом еще и экономические выгоды. В конце хотел бы сказать, что в регионе существует хорошая институциональная основа, есть институты, которые занимаются региональным сотрудничеством. Хорошие или плохие, есть соглашения по воде, есть институт, который отвечает напрямую за качество и окружающей среды, это у нас МКУР, ее надо усилить, есть международные программы, направленные на это. Но хотелось бы отметить, в конце, вот именно роль общественности все-таки она осталась на бумаге долгое время, долгое время мы не могли найти эффективные возможности их вовлечения. Был общественный союз, совет Приминкур, она определенное время существовала, потом распалась, опять собралась. К сожалению, вот это делает очень сложно вопрос, а как оценить результаты? Все-таки мы очень много проекты делаем, а как меняется окружающая среда или нет? В конце своего слова выступление хотел поблагодарить организаторов, хороший вопрос, хорошая тема, но я думаю, что в других стран точно такие диалоги будут состояться и я думаю, что там тоже будет присутствовать именно вопрос региональности этого вопроса, потому что отдельная страна при любом, даже огромном количестве инвестирования решить этот вопрос невозможно, потому что все-таки одна река, одна система, она взаимосвязана, и экология взаимосвязана. Спасибо. Большое спасибо Сканараке за очень интересное выступление. Такие темы не по 10-12, а часами надо слушать и проводить более крупные конференции. Очень интересно. Маленький вопросик от себя, Сканараке. Вот мы раньше тоже, хоть и не в экологическом аспекте, но в другом аспекте, мы в других проектах поднимали один такой вопрос, который у вас хочу спросить. Как вы знаете, на территории Кыргызстана имеются захоронения ядерных отходов, их называют хвостохранилищами, да, и в последнее время возникла угроза открытия этих хвостохранилищ, и попадание вот этих отходов, остатков, которые там под землей были захоронены в реку Нарын, а потом через реку Нарын, в Сардарью и так далее. то есть некая эта угроза возникала не только для одной страны, Кыргызстан, допустим, а трансграничная угроза, экологическая угроза. Что вы можете сказать о если у вас есть какие-то данные или исследования о нынешнем состоянии этой проблемы? Вопросы нету, но я информирую, например, правительство Кыргызстана очень много раз обращался международным организациям, Европейский Союз, другие институты, и в прошлом году, два года назад, Европейский Союз по этому направлению начал профинансировать проект именно по предотвращению попадания этих хвостохранилищ и загрязнения ее водоисточники. В этом направлении проект уже начались, определенная работа делается. Честно говоря, такие опасности существуют не только именно там, по течению Сырдари есть еще несколько таких опасных зон, где есть хвостохранилищ и другие источники загрязнения. По Мудари, мы мало говорим, тут тоже есть, Заравшан. Поэтому в нашем регионе накопилось огромное нерешенные проблемы, связанные именно с загрязнением воды. Здесь надо систематически работать, надо вот эта рабочая группа, которые должны составить стратегии вот именно вращения таких опасностей в нашем регионе связанной с загрязнением водой. Она уже давно назрела к цели. Понял. Сказали, ребята, тут на чате есть парочка вопросов, кажется, это тоже вот к вам. Есть ли от Ларисы вот здесь тоже вопрос второй, есть ли какие-либо утвержденные нормативы по устойчивому развитию? Я не знаю, наверное, это общий вопрос для других участников тоже по устойчивому развитию. По устойчивому развитию наши страны подписанты этого, как говорится, цель устойчивого развития, каждый из них взял на себя обязательства. Кроме этого, по регионе в свое время была подготовлена так называемая Ашкабадская конвенция. Именно по сотрудничеству с целью устойчивого развития в регионе, именно на региональном уровне, потому что многие эти индикаторы не страновые. Мы не можем, например, изменения климата бороться только границ одной страны, в том числе и загрязнение воды, экология и так далее. Они требуют региональных. Ашкабадская конвенция была создана, три страны поддержали, мы воздержались. МКУР почему-то потом об этом немножко забыл. Я думаю, это актуально, вот именно иметь региональный уровень. Но недавно был составлен новая программа по сотрудничеству и устойчивому развитию для Центральной Азии. И она уже обсуждена, проходила все обсуждения и находится почти окончательном уровне. Я надеюсь, что председательство МКУР сейчас взял на себя Узбекистан. Это обнадеживает. У меня были встречи с Госкоммуниной экологией. Надеюсь, что Госпож будет активно играть роль и продвигать именно СУР региональным уровнем. Если мы такой рамочной соглашением договоримся, то это уже начало каких-то реальных работ совместных. Спасибо. Тут еще один вопрос. Наверное, вы, кажется, уже частично ответили на него. Но вот он здесь высвечивается от IWPR института. А насколько Центрально-Азиатские государства готовы решать проблему в масштабах региона? Опыт, успехи, барьеры? По-моему, вы частично ответили, если у вас... Еще немножко можно добавить. В принципе, о готовности вопрос как бы давно решен. Как бы страны понимают, что это опасность для всего региона. И даже на политическом уровне об этом говорят. Вы знаете, в прошлом году была встреча президентов наших и стран. Они очень многие вопросы регионального характера обсуждали. Хотел бы отметить, вода и экология стояли отдельно. И по нему было странно. Президенты дали поручение соответствующим министерствам, своим агентствам, чтобы этим занимались серьезно. Да, она существует. Такая готовность есть. Поэтому не в готовности. Вопрос не в готовности. Вопрос касается очень много деталей. Это и законодательные основы, чтобы мы могли иметь определенные гармоничные законодательства вопрос экологии, что если вода плохого качества, это означает и плохое качество для всех стран. У каждого свои меры, у каждого свои методы. Немножко последние годы снизился доверие. Слава Богу, она постепенно возвращается. Но в принципе есть. Усех, опыт. Я бы сказал, многие здесь присутствующие знают о ТАБАМ, программа арабского бассейна, бассейна арабского моря. она четыре этапа прошла. Первый был очень неплохой, я бы не сказал, супер успешный, но определенным образом были приоритеты сделаны, определенные работы были сделаны, в том числе за мониторинг окружающей среды, был определенный обмен информации, но постепенно она начала затухать, не из-за того, что финансов не хватало, а именно доверия не было политического. Поэтому я не хотел бы здесь очень много говорить, правоохранные ведомства, они всегда старались держать связь. Есть опыт, есть успехи, но барьера, в первую очередь, за последние 27 лет мы развивались отдельно, у нас свои законодательства, свои финансирования, если даже мы какую-то программу сейчас договоримся, по Амудари или по Сиргари, финансирование как было, из каждого будет как выходить. Спасибо большое. Участников есть? Выступление по охране атмосферного воздуха в городском экологии. Позвольте мне начать свое выступление с законодательства об охране атмосферного воздуха Республики Узбекистан. В Республике Узбекистан имеется закон об охране атмосферного воздуха. Закон был принят в 1996 году в декабре месяце после того до этого времени были вынесены четыре раза поправки и коррективы. Последняя поправка была введена в прошлом году, то есть в 2019 году. Это было в марте месяце, где были отдельные статьи исключены и отдельные статьи были усилены. Согласно закону об охране атмосферного воздуха государственное управление ведет Кабинет Министров Республики Узбекистан, Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и местные власти на местах. Также согласно законам проведена такая статья, где намечены государственные уполномоченные органы, где осуществляют государственный контроль за охраной атмосферного воздуха. Эти ведомства Государственный комитет то есть Госкомитет Минске Минске Министерство Здравоохранения и Министерство внутренних дел. В общем в Республике госконтроль, госуправление в соответствии со законодательством ведется. Могу остановиться сейчас как раз на отдельной цифре, где говорить о выбросах. К примеру, в 2019 году по предварительным данным около 2,5 миллиона тонн выбросов загрязняющих веществ поступили в атмосферный воздух, где источниками этих выбросов является промышленность и транспортный сектор. Если обратить внимание на процентные соотношения, к промышленности относятся 37% выбросов, а остальное транспортному сектору. И чтобы сократить эти выбросы, у нас ежегодно разрабатываются и принимаются меры на государственном уровне, правительственном уровне и на местном уровне, также на предприятиях принимаются такие меры. Среди чем у нас могу сказать, что в 2019 году было снижено выбросы на 0,7% и общее уменьшение показывает цифру 17 тысяч тонн в год. Общие сложности у нас в атмосферу загрязнения атмосферного воздуха наблюдается со стороны Узгидромет при кабинете министров Республики Узгидромет имеется по Республике 63 постов наблюдения и эти наблюдательные пункты размещены в 25 местах по Республике. Ну, общая сложность, одна такая проблема есть, которая наша наблюдательная работа ведется в основном по отбору проф анализа ведения анализом и в связи с чем Республика Узбекистан намеряет организацию автоматических систем наблюдения. Общие сложности в Республике, если вам известно, если наблюдали, у нас был принят в прошлом году в конец октября указ президента, где говорится, то есть утверждается концепция охраны окружающей среды до 30-го года. В этой концепте тоже отмечены отдельные вопросы в сфере охраны атмосферного воздуха. Могу остановиться на отдельные вопросы, где намечается в целях охраны атмосферного воздуха отдельные мероприятия. в секторе транспорта это в основном будет уделяться на качество воздуха и на производство автотранспортного средства. Здесь отдельное ударение делается на евростандарты, которые были приняты со стороны Узбекистана в 2011 году. и Узбекистан постепенно поднимает уровни по евростандартам. Как раз же с этим указом было указано, что Республика Узбекистан будет запрещена отдельные направления. К примеру, с 1 января 2020 года ввод новых мощностей по производству моторного топлива экологического класса ниже евро 4. То есть уже мы должны начать работу по выпуску моторного топлива евро 4. И также отдельное направление по транспортным средствам. Это по категориям М и Н. То есть у нас ранее был такой документ, где говорится о ввозе транспортных средств, отвечающих евро 3 и выше. То есть там только было направление на ввоз отдельных категорий транспортных средств. А теперь уже намечается по всем категориям транспортных средств. и можно сказать, что не только транспортные средства, также отдельное ударение делается на промышленные сектора, где говорится об полигазочистных оборудовании. Анализ показывает, что на сегодняшний день процент улова, или будем говорить эффективность полигазочистных оборудований составляет общей совокупности по республике 85%. И с этим указом поставлен такой цель на действующие объекты, чтобы установили полигазочистных оборудований с мощностью 95%, то есть мощность улова 95%, а новые производственные сектора уже должно быть мощность 99,5%, то есть процент улова 99,5%. Потом у нас сейчас как раз же по выполнению этих задач ведется инвентаризация промышленных объектов, где должны выполняться требования этого указа и по очленной нашей инвентаризации определили, что по классу опасности относящейся к первой и третьей категории по республике имеется более 11 тысяч промышленных предприятий. сейчас как раз же контролируется работа, их работа в сфере воздохнованных направлений и если будет как бы выявляться отдельные недостатки по этим предприятиям, конечно же, дополнительно будет включаться на их мероприятия, мероприятия, которые должны с единой стороны выполняться. И еще хотел бы обратить внимание на отдельный вид загрязнителей, это мелкодисперсные частицы, которые называются PM10, PM205. Если вы обращаете внимание, на ранее было Errols.com, сейчас IC QR называется сайт такой, который во всех государствах поставлены специальные такие датчики, которые анализируют содержание этих мелкодисперсных частиц в атмосферном воздухе, и такой датчик у нас в Республике посольство Америки тоже установлен, который передается на центральную базу, и по паутине интернета представляется все. И если обратить внимание на их данные, в некоторых моментах Ташкент попадается на первые места по загрязнению такими частицами. Чтобы полностью контролировать этот момент, тогда же Узбекистан тоже себе взял такое, то есть поставил такой задачи, чтобы ускорить установление таких датчиков по определению мелкодисперсных частей. И в связи с этим Республика Узбекистан принимал правительственные решения, могу сказать, номер, это от 18-го года 1970, где поставлены такие цели по установлению, вообще по оснащению, материально-технические оснащения системы Узгидрометра. Также принимается ряд правительственных решений по улучшению работы в сфере охраны окружающей среды, в частности атмосферного воздуха. Могу еще отдельно остановиться на отдельный вопрос, который частью является атмосферного слоя, это озоновый слой. В республике Узбекистан уже с 1993 года является стороной Денской конвенции об охране озонового слоя и является стороной Манреллского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. И на сегодняшний день является стороной четырех поправок Манреллского протокола и активно начал работать с 2000 года по защите охране озонового слоя. С того момента были приняты четыре правительственные решения. Это первое правительственное решение было в 2000 году. С этим правительственным решением была принята национальная программа, которая до сегодняшнего дня продолжается работа по этой национальной программе. И как раз же с указом, прошлогодним указом президента была поручена разработать национальную программу новой редакции, как раз разрабатывать сейчас новая программа. И также у нас имеется правительственное решение по импорту и экспорту озонорожающих веществ и их содержащие продукции. И на сегодняшний день как раз же по защите или охране озонового слоя в Республику Узбекистан на своем то есть в республиканском уровне активную работу выполнять совместно с государственным таможенным комитетом. И еще активную работу выполнять с международными организациями такими как ПРООН, ГЭП. Общей сложности Республика Узбекистан на сегодняшний день по выполнению Моноравского протокола стоит в режиме соблюдения. И на сегодняшний день как раз же разрабатывается то есть выполняется изучение по присоединению к кегалитской поправке Моноравского протокола. Всем известно, что кегалитская поправка не только будет работать по нарушающим веществам и тем веществам, которые имеют высокого потенциала по изменению климата. И всем известно, что мы в 2018 году как раз же был ратифицирован Парижское соглашение, Парижское соглашение как раз это продолжение конвенции изменения климата, рамочная конвенция изменения климата. Надеюсь, что Узбекистан тоже будет присоединяться к кегалитской поправке. Тем самым в ноябре месяце Узбекистан будет выглашать на свою... Одна минута, Умеджан. Одна минута. Узбекистан будет проводиться 32 встреча сторон Манераловского протокола и на сегодняшний день как раз Узбекистан готовится чтобы на высшем уровне проводить эту встречу. Спасибо, если позволите, я бы хотел свои контакты сказать. То есть рабочий номер код 71 207 07 70 внутренней 70 70 решетка и мобильный номер код 90 996 2502 Спасибо за внимание. Ахмад Умеджан спасибо большое. У нас время уже немножко торопит. Если у участников и кто наблюдает слушает есть вопросы пожалуйста. Я от себя просто хотел один маленький вопрос задать. Возможно он также пересекается со следующими выступлениями по городостроительству. Умеджан не знаю я пару раз как-то замечал такое наблюдение было у меня. поднимаясь на самую высокую платформу телевышки нашей оттуда видел как даже в хорошую погоду как будто бы низшие низкие слои города покрыты какой-то такой каким-то как будто бы туманом. Это свидетельствует о загрязнении воздуха да у нас. Это наверное не туман а это какие-то пыли и газы как это надо понимать. Конечно иногда появляется мы тоже это замечаем но это временные явления не постоянные конечно потому что в атмосфере бывают изменения но иногда когда в атмосферном воздухе какое-то давление будет конечно будет появляться будем как в виде смока появляться такой как туман стоит слой такой стоит это в основном по городу Ташкент относится к выбросам транспорта если сейчас как раз обратите внимание во время карантина у нас почти нету этого потому что резко у нас уменьшились движения то есть по транспорту движения когда уменьшаются транспортные средства то есть движение транспортных средств тогда уже не будет выхлопных газов который будет появляться или там отражаться в этом атмосферном воздухе общей сложности республика узбекистан сейчас как раз же переходит на более такое топливо где загрязнения меньше чем например нефтяной газ которым пользуемся или там природный газ который пользуемся как раз этим указан намеревается переход на экологически чистые виды топлива надеюсь если будут осуществляться эти все наши намерения в реал тогда уже в Узбекистане как вы говорите вообще не будет наблюдаться такие загрязненные как воздух я так думаю но для этого не только как бы заняться государственные органы и есть сектор который влияющий на окружающие среды в частности атмосферный воздух да спасибо большое тут Наталья Геннадьевна поднимает руку но я как раз Наталья Геннадьевна вам хотел ей вообще-то передать слово вы можете начать или у вас вопрос есть у меня вопрос есть если можно А Абул Алини Азматов журналист общественный деятель вот вопрос господину Джалилову господин Джалилов вы упоминали что вот у нас в Ташкенте в частности занимает атмосферный воздух по загрязненности одно из первых мест вместе с этим я хочу отметить что все эти годы происходила хищническая я бы сказал рубка деревьев в городе скажите пожалуйста сейчас со стороны госком экологии принимается какие-нибудь меры по подготовке законопроекта по ужесточению рубки деревьев в городе спасибо спасибо за вопрос конечно же готовится законопроект то есть проект правительственного решения по усилению мер в отношении тут будем говорить брагонерство брагонерство по растительному миру в частности деревьев я конкретно не могу вам сказать уже в какой стадии потому что как вы сами понимаете в городском экологии также как управление по хране атмосферного воздуха имеется управление по биоразнообразию по этой направлении занимается управление клуб я разного хорошо тут от организаторов тоже предупреждение для тех кто не является участником непосредственно нашего круглого стола вы можете писать в чат вопросы чтобы мы не затрачивали много времени Наталья Геннадьевна если у вас был комментарий а не вопрос то я по любому сейчас вам собирался предоставить слово если вы не против да спасибо хорошо тогда если у других участников нету дополнительных вопросов я предоставляю слово Акиншиной Наталье Геннадьевне кандидат биологических наук центра прикладной экологии при национальном университете Узбекистана заявленная тема звучит так о роли городской растительности в экологическом состоянии городской среды я думаю это выступление будет дальше дополнено и продолжено следующей презентацией которая тоже будет посвящена урбанистике и градостроительству Наталья Геннадьевна вам слово да спасибо большое коллеги я представляю все-таки научную часть нашего общества но я хочу все-таки начать свое выступление с продолжения предыдущего проблема воздушной среды городов особенно больших городов это комплексная проблема конечно невозможно ее решить только исключительно заменой топлива в автомобилях и мне бы хотелось конечно как бы чтобы официальные лица услышали вернули допустим электрический транспорт в большие города вернули нам трамваи троллейбусы и это значительно улучшило бы состояние воздушной среды допустим это как минимум то что они могли бы сделать ну я честно говоря дальше есть такое понятие как научное обоснованное что ли транспортных потоков это все решаемо а у нас это ничего не делается если тем более известно что 60% вклада в загрязнение дают автомобили то почему бы не начать с решением таких очевидных проблем ну я бы хотела все таки опираться немножко на свою презентацию сейчас секундочку ой так да показывает показывает да так ага вот поехали а значит моя тема звучит так обозначены экологические проблемы города и о роли растительности что же такое современный город это не просто экосистема какие обычно функционируют у нас в природе а это природно-техногенная среда в которой к сожалению нарушены все биогеохимические круговороты которые прекрасно работают в природе и человек должен брать на себя многие функции компонентов этой системы коротенечко что в принципе качество городской среды формируется под воздействием очень большого количества факторов среди них можно выделить отрицательные к коим относятся и транспорт и промышленность и так далее и тому подобное потом положительные или компенсирующие к которым относятся озелененные территории водные пространства и факультативные которые могут быть и теми и этими и положительно влиять на качество и отрицательно все зависит от того как это все устроить что бы мне хотелось сказать что зеленые насаждения городская растительность естественно являются частью городского ландшафта и они играют огромную положительную роль прежде всего конечно это чувствуют все что если есть растения то есть благоприятный микроклимат то есть они снижают температуру в нашем жарком аридном климате повышают немножко влажность но еще более того они играют санитарную гигиен санитарную роль это биологические фильтры которые как раз таки если не хватает скажем так технических решений они могут помочь в решении проблемы очистки той же самой воздушной среды города и конечно они играют большую роль в архитектурно художественном оформлении города они позволяют человеку чувствовать себя человеком потому что приближают все-таки к природе там где есть деревья там есть птицы там есть животные и все щебечет цветет и создает настроение но все-таки я напомню что растения это уникальные живые организмы которые единственные на нашей планете имеют возможность обогащать воздух кислородом больше никто этого не может делать а кислород это энергия это основа жизни всех живых организмов на земле вот мы в рамках наших исследований оценивали сколько же дают разные породы деревьев кустарников кислорода казалось ну ну вы все наверное помните что растения как и мы с вами этим же кислородом и дышат то есть они и потребляют кислород и синтезируют и вот мы измеряли чистую продукцию которая как бы квинтэссенция вот этого потребления продукции идет то есть сколько же они вырабатывают чистого кислорода у нас есть эти данные но честно говоря мне бы не хотелось их давать вот функционерам чиновникам которые вот точно так же как это было с соснами допустим льдарскими которые заполонили нашу городскую среду кто-то сказал что они очень полезны и стали сажать только сосны точно так же мы вот скажем что вот допустим дуб рабини сафора или платан гинка каштан самые эффективные продуценты кислорода и будут сажать только эти породы это опять неправильно должно быть всего и много чем выше разнообразие в любой биологической системе тем выше ее устойчивость тем больше механизмов внутреннего контроля регуляции в ней заложено это закон экологический то есть нельзя сажать сосны только сосны или дубы только дубы должно быть всего много и разного вот на этом слайде я просто показываю то что листья наших деревьев здесь сафора платан грецкий орех дуб вяз айланд как они могут аккумулировать себе тяжелый металл в данном случае свинец здесь показано по сравнению ташкент и четкальский биосферный заповедник мы делали такие исследования проводили видно что некоторые деревья могут накапливать без ущерба для себя огромное количество того же самого свинца очищая воздух это тоже нужно учитывать градостроение и возеленение дальше растения задерживают пыль они аккумулируют пыль на поверхности своих листьев вот здесь показаны цифры по нескольким точкам в Ташкенте в разных зонах как мы платан измеряли сколько он за время вегетации может осаждать пыли этот слайд у меня просто демонстрирует что не все растения одинаково хорошо себя чувствуют есть различные степени устойчивости растения к городским условиям вот в данном случае показана сосна крымская и сравнительный линейный прирост ее ежегодный прирост ее веточек допустим в питомнике в идеальных условиях при хорошем уходе при хорошей воздушной среде поливе и в городе по пяти точкам вы видите что у этого дерева допустим очевидно что качество жизни в городе снижается оно хуже себя чувствует и хуже растет дальше что я хотела сказать что в настоящий момент конечно неудовлетворительное состояние зеленых зон в Ташкенте очевидно что объединял ассортимент растений используемых в озеленении многобольных старых деревьев и это все на фоне роста числа автомобилей расширения сети автомагистрали что негативно оказывается сказывается на зелени дальше на озеленение получается новых территорий вроде бы затрачиваются ресурсы но часто неправильный подбор ассортимента не учитывающий загрязнения среды плохой уход причина гибели и еще хочется сказать что экологические проблемы на самом деле они социальны причина их в людях и последствия прежде всего отражаются на людях и прежде всего в данном случае на здоровье людей вот удивительное дело может быть многих удивит что заболеваемость в Ташкенте выше чем заболеваемость жителей Каркалпаки зоны экологического бедствия как считается а причина вот в этой вот в воздухе в воде которая может быть вот и так вот опосредованно приводит к плохому отношению к растениям городским вот посмотрите здесь просто показано что было на сквере у нас уничтоженном где были уничтожены вековые деревья и что стало что было в Индижане допустим вдоль дорог лесополоса и что стало таких картинок можно тучу привести у нас сейчас идет в Узбекистане на протяжении последних лет массовые рубки во всех городах крупных причем рубятся не только больные деревья хотя да у нас деревья стали болеть потому что ухода за ними нету но рубят здоровые деревья и причина здесь как бы естественно в отсутствии собственных промышленных лесов промышленная древесина ценная древесина ценных деревьев и обычно идет на мебельную строительство мебельную промышленность вот здесь вот говорили что все время у нас дилема что выбрать экономический рост или охрану природы и у нас все время идет выбор в первую сторону но надо же понять что как говорится мы рубим сук на котором сидим это невозможно не сохраняя природу обеспечивать экономический рост что такое экономика экономика в основе ее лежит потребление ресурсов это ресурсы природные ресурсы человеческие потребление переработка распределение вам так вот я хочу сказать да за заканчивая что на фоне многочисленных постановлений кармина которые были у нас начиная с 14 года и заканчивая последним годом все равно идет рубка все равно идет сокращение этого нашего наших зеленых насаждений я не знаю как официальные лица как госком экология считает количество зеленых насаждений как у них получается на фоне этого что у нас сейчас выше количества зеленых насаждений на жителя ташкента чем было в 90-м году я не знаю объективно идет сокращение а у них на бумаге растет может быть они считают то что посадили вчера а сегодня это уже но эти деревья будут выполнять свои функции полезные лет через 20 только вот да я здесь указал что если указ и журналисты выступали в августе с обращением до президенту что остановите объявите мораторий мораторий объявили обещают инвентаризацию провести всех растений декоративных не входящих лесной фонд но нет же кадрового потенциала у нас люди не могут определить даже узнать 10 пород деревьев я уже не говорю о тех двухстах которые используются в озеленении а нужно же еще оценить их состояние степень повреждения возраст и так далее то есть проблемы у нас сейчас огромные в этой сфере отсутствие специалистов дендрологов служба благоустройства хокемиатов разрешение городских региационных сетей отсутствие службы защиты растений в городе никто не занимается мониторингом их состояния борьбой с вредителями болезнями отсюда идет и неграмотная обрезка неграмотная посадка рубка и еще нет реальной практики советоваться с населением перед принятием решений вот что я хотел сказать огромное спасибо наталья геннадьевна я думаю мы сейчас сразу передадим слово следующему спикеру потому что темы очень близки а вопросы можно потом если будут объединим и так последний наш спикер это королёва нина владимировна эксперт частного экологического центра к стандарт называется заявленная тема у нины владимировны экологические аспекты градостроительства и владимировна вам слово у вас выключен микрофон у вас выключен микрофон включите микрофон да все нормально говорите добрый день добрый день я хочу сегодня поговорить о конфликте между человеком и окружающей средой этот конфликт приводит к очень многим сложным последствиям потому что человек и природа они это одно и целое человек это часть природы и любой конфликт приводящий к недостаткам в организации взаимодействия с природой приводит тоже к тому к тем же недостаткам еще даже более существенным в здоровье человека наталья геннадьевна правильно сказала что то что касается организации самой природы и организации допустим ну проявленных деревьях и так далее это часть жизни в которой мы живем и существуем и такие увеличения болезни человека это напрямую связано с этими заболеваниями окружающей среды это можно выразиться в чем заключается конфликт конфликт а заключается в не учете закон законов природы и законов взаимодействия человека и природы эти законы есть на всех уровнях все это ублюдено надо новых законов придумывать надо просто эти законы соблюдать я думаю что наше поколение уже преодолела тот лозунг который был когда-то лет 50 назад мы не можем сдать милости от природы взять их от нее наша задача то что взять мы от лозунга ушли но стимул остался и эта энергия продолжает существовать то есть это просто баланс взаимодействия налаженный и людям будет радостно и природе будет хорошо какие основные вопросы которые нарушаются в законодательстве ну прежде всего это можно сказать что в городских условиях это нарушается потому что если в сельских населенных пунктах еще осталось ну например ферганской долине я точно знаю осталось какое-то уважение к природе там люди к воде как-то относятся совершенно по-другому чем больших таких крупных городах это отсутствие уважения к воде отсутствие совершенно непонимания что например человек решил построить дом ну много населения в городе много желаний вот решил построить допустим дом или построить еще предприятие больше ну а там деревья растут поколениями на самом деле высажены у нас достаточно зелененный был раньше город и вырубил деревья и посадил либо предприятие либо дом все что хотел таких людей много у нас которые все хотят и каждый без учета вообще совершенно возможности делали то что хочет к чему привело привела вырубка деревьев во первых это конечно воздух который очищается благодаря деревьям это серьезная очень очистка и кроме того грунтовые воды пошли наверх вот как нашем сквере когда его вырубили это правильно потому что глубокие корни растений надо учитывать все породы которые сажаешь при выстоянии грунтовых и естественно агрессивное но как бы восприятие температуры не надо забывать что у нас климат такой который на самом деле требует уважительного отношения к тому что до высокой бывает температура и деревья снижает эту температуру это реально совершенно вот это просто человек вырубил деревья построил там как что-то дальше захотел провести линию метро нарисовал так удобно а эта линия пересекает подземный поток грунтовых вод грунтовые воды вышли наружу стало подтопление то есть не понимая что под землей находится вода потоки и что это вода грунтовых вод подземных вод она взаимодействует с речной водой на бортах рек очень любят делать свалки вот огромные свалки мусора и огромные свалки в мусора в тех долинах естественных долинах которые дренировали грунтовые воды при планировке территории под строительство долина засыпается мусором заполняется и что получается при дождь снег при этих всех осадках все это вымывается и уходит куда в нашу воду который мы пьем конечно есть проблемы и очистных сооружений во всех городах крупных есть проблемы и потребление воды когда поливают вообще огромные поливают территории огороды водой которая предназначена для питья ты еще лет 30 40 назад японцы делали это замечание делали у нас проект соответствующий вода должна быть разделена на питьевую и техническую тогда будет ее хоть какое-то рациональное использование поливать водой из крана это неправильно это огромные потери воды и вода это главный вызов например для стран нашего региона потому что вода это жизнь это в эти лозунги были всегда вода это жизнь но они не входят в практику что можно сделать используя законодательство это элементарно по всем нашим странам есть закон о том что прежде чем построить должен сделать проект содержащий экологический экологическая оценка должна быть всегда город вот генеральный план города то есть архитектора делают план они знают что люди хотят от этого города делать план в этом плане содержится серьезные наработки содержатся по тому по тем вариантам которые будут при таком строительстве при другом строительстве переразмещение там и лисям и при озеленении территории в том числе уменьшаем говорил на самом деле основное загрязнение таких городов как ташкент формируется за счет автотранспорта во первых потому что он производит выбросы уровне дыхания если приятие производит выбросы это тоже вредно но она выбрасывает вверх и рассеивание лучше в ташкенте и прилегающих зонах вообще в узбекистане узбекистана характерно такие метеорологические условия которые прижимают к земле все что у земли выбрасывается поэтому на самом деле из башни это хорошо видно но в старые времена было еще видно из башни как рыжий хвост из черчика потому что черчик это как бы наши на фактически легкие у нас вся циркуляция так построена что из долины реки черчика воздух поступает в ташкент это ночное время особенно вот хорошо справились с госком природа очень хорошо справилась с выбросами черчика ну и экономика справилась с выбросами черчика свое время то есть поменяли технологии так вот что касается климатических условий то это необходимо учитывать в любом генеральном плане при застройке почему ветер дует таким каким-то определенным образом так бог велел как он дует а улицы должны быть продуваемые размещаемые таким образом в таком направлении чтобы воздух продувался если улицы загораживаются и идут какими-то на перекрестками переулками то и тем более высотными домами это блокирует движение воздуха блокирует движение воздуха плотность застройки застройка должна иметь лимитированную плотность она должна предусматривать свободу для дыхания когда идет плотная очень застройка и кроме того порозе ветров неправильно то получается застойное явление как в колодце так получается кроме того при застройке очень важно учитывать емкость инженерных коммуникаций ведь понятно что земля вода почва все это взаимосвязанные структуры допустим плохие трубы под землей но естественно что они будут вся грязь оттуда с канализации будет мигрировать грунтовые воды которые будут мигрировать в реки и дальше мы будем это пить что есть что здесь главное соблюдать закон вот например в генеральном плане ташкента или вот недавно сделали самарканда все написано все наши профессиональные условия но генеральный план и экология которая там хорошо представлена идет совершенно в противоречие с реальной жизнью моя просьба и мой призыв пожалуйста хотите быть здоровыми соблюдайте законы уважайте природу а то она перестанет уважать всех нас спасибо огромное спасибо не владимировна тут час если бы мы были в живой аудитории вам бы были наверное аплодисменты прозвучали ваш адрес я у нас осталось совсем мало времени я буквально если у кого-то друг другу нет вопросов я опять хотел маленький вопросик понять я записывался деконспектировал ваше выступление наталья геннадина вы говорили про трамвай троллейбус и возвращение их в город я вот сейчас подумал нет ли здесь несмотря на всю экологическую очевидность трамвая троллейбуса они не загрязняют воздух и так далее но вот наверное не случайно перевели этот электро транспорт из ташкента самарканд может быть это при всех плюсах не отвечало уже условиям ташкента при такой загруженности транспорта что троллейбус даже чуть ли не мешал бы наверное своими длительностью и вот этими всеми системами проводами или я не прав как вы думаете ну я немножечко не соглашусь наверно с вами потому что я была во многих крупных столицах мира и везде рельсовому транспорту а также сейчас это называется не троллейбусы а электробус что ли когда он может в случае необходимости отстегнуть свои усики и стать обычным автобусом везде это нормальная практика это самый лучший удобный транспорт что лондон что берлин ну удобнее просто нету а у нас предпочтение отдается маленьким микроавтобусом а потом говорим о и сколько выброс то есть они были не мешали бы и нормально вклинивали не мешали бы может быть просто вопрос был в другом это эксплуатация проблема с эксплуатацией устаревшие модели там опять же кадровый потенциал мне кажется это было главным главной причиной понятно еще такой маленький вопрос может быть и не владимировне вам такой совместный что ли вопрос ну вот вырубка и парки вместо вот этого знаменитого нашего центрального парка сквера да он раньше сквером революции назывался потом сквер там ленина сквер а мир тимура сейчас посажены елки которые не дают тени насколько елки для нашего климата для наших условий подходящий вид растения чтобы заменить вот эти вековые чинары и действительно ли если у них будущее то есть наш парк который там сейчас казалось бы вот засажен этими елками имеет будущее то есть мы имели один парк вот фотографию даже показали прекрасную старую фотографию и вместо него сейчас стоят или растут уже крупные они стали высокие елки действительно ли теперь вот за елками в этом парке и будущее или это все таки в этом есть некий парадокс или противоречие и вам и вам вопросы не владимир или геннадий геннадий как хотите давайте я начну продолжит но во первых конечно справедливо стирать и замечу что на сквере там посажены не только сосны сосна это хорошее растение но не для такого санцепиока я же говорю там ужасная инсоляция там греется асфальт эти плиточки это просто невыносимая жара я там каждый раз бываю мониторе у меня там просто объекты моих исследований там конечно не только сосны но сам факт вырубки вековых деревьев и замена хорошими даже красивыми молодыми породами да там посадили тюльпановое дерево много каштанов но когда еще поднимутся там много красивых кустарников там магнолия суланджа и белая там есть магнолия и сиреневая это все красиво но нельзя же вот так вот одним разом это естественно поднялась грунтовка естественно под угрозой там началось этот дворец форумов вполне возможно стены поедут и это ну одно дело столетние 60-летние деревья и их система корневая которая сосет и их микроклимат который тень поможет и прочее а другое дело вот эти они еще поднимутся ли вопрос там столько погибло в результате этой посадки пожалуйста насколько уместна постановка такая уместная вопроса почему бы не начать снова на тех же местах или дальше других тоже парках снова сажать чинары я не знаю почему была такая кампания против этого удивительного дерева издавана потому что них древесина очень дорогая да беда этого дерева в ценности древесин это его беда что она очень ценная она очень твердая она мало повреждается болезнями хоть ее мы и заставляем своим отсутствием ухода болеть эту породу но она относится к ценным к ценнейшим породам потом придумали что аллергии вызывает потом еще что-то ветки видите ли падают а почему они падают ветрами или после морозов вот сейчас вот был последний снег сколько деревьев повалило это не потому что они вот такие плохие потому что мы за ними не ухаживали потому что обрезали в так варварские они просто стоять не могут у них же высота 25-30 метров а корень то не 30 метров и она росло так чтобы равновесие это же да это же все предусмотрено а если обрывается и превращается пальмы пальма извините любое дерево упадет после сильного дождя только падают они не хотят листья убирать лишний раз но листья почему падают летом потому что они уже напитались загрязнением и пылью они покрылись они опадают это постоянное воспроизведение легких вот этого места это постоянное воспроизведение этой очистки это очистное сооружение великолепная своей вообще все поглощает все сбрасывает нужно за ними ухаживать адекватно а не бросать на призов или не владимир я еще один такой маленький под вопросик у нас вообще осталось пять минут наверно вот смотрите мы вы заговорили о тополях и так далее в том числе вот я сразу вспомнил как обычный так сказать обыватель о тополином пухе когда наступает период цветения тополя да и везде летает по воздуху пух у кого там аллергии у кого просто визуальное неприятие или у кого просто загрязнение если принимать или меры потому что должны приниматься конечно должны есть мужские и женские особи у тополей другой вопрос что их распознать можно уже в зрелом возрасте когда они начинают свисти и давать но это все решаемо надо этим заниматься но это для экономики очень выгодно это очень быстрое воспроизведение древесины тополь быстро растет быстро срубается снова растет снова не надо столько ждать поэтому я ходил наряду там с тополем не делать тополь квинтэссенции всего на свете а сажать именно такие дубы чинары которые на самом деле спорт на окружающей среду делают снижают и температуру и снижают загрязнение воздуха генеральный план там научно разработана система посадок где сажать что сажать когда сажать и будет балансировка да товарищи коллеги я тут вопрос оказывается в чате тут настаивают надо просто их тоже покрыть в чате стоит такой вопрос всем спикером ну наверное не все будут кто сможет а как в узбекистане вот в кыргызстане и казахстане мы постоянно наблюдаем за гражданскими активистами скажите если такие активисты в узбекистане есть ли интерес у молодого поколения к экологии кто возьмется ответить дело в том что конечно есть активисты и у нас их немало важно то что их надо поддерживать с одной стороны с другой стороны конечно пока молодежь не поймет что от уровня их образованности зависит будет их ниже будущее они будут учиться только по интернету то есть по википедии так далее а надо заниматься надо повышать свой интеллектуальный уровень от этого это связано с системой образования система образования должна немного реорганизоваться и направиться на то что мы должны воспитывать граждан которые будут жить в будущем которые мы не знаем мы их должны подготовить к этому если мы не подготовим к этому то будущего не будет у них я бы от себя даже вот так я добавил бы вот касательно вот этого последнего вопроса гражданских активисток и так далее у нас вот до недавнего времени несколько лет функционировал экологическое движение узбекистана она была реорганизована прошлом году экологическую партию узбекистана я думаю этот вопрос можно адресовать им поскольку это как бы их предназначение к сожалению на сегодняшний день мало заметно чтобы экологическая партия как и раньше экологическое движение прямо уж так прямо взялись бы активно за защиту природы и чтобы сказали какое-то слово и слово момент вырубки деревьев там или парков они всегда как бы запаздывали таких ситуациях я думаю вот этот вопрос как раз стоило стоит адресовать и и мы наверное вправе ожидать от них сейчас более активные деятельности как в парламенте поскольку они имеют свои места парламент так и в обычной жизни став из движения превратившись в политическую партию вообще я должен сказать защита охраны окружающей среды это не только так сказать экологической партии это его политическая воля нашего руководства это участие каждого гражданина в этом деле если одни будут охранять а другие будут пассивно наблюдать ничего из этого не выйдет это и воспитание и просвещение все взаимосвязано с этим Наталья Геннадьевна тут одна участница поблагодарив вас за выступление попросила озвучить свой ваш телефон она наверное выйдет на вас к вам на связь ее зовут Мадина да пожалуйста я хотела написать но я не знакома с этой программой 90-932-52-98 так прекрасно по моему других вопросов вот уже и по вашим словам сразу оператора написали ну если кому-то добавить или спросить вопросы больше нет то я должен наверное буду завершать к сожалению из-за своей занятости и других программ он вынужден был раньше покинуть нас он попросил прощения ушел и ему тоже большое спасибо и всем вам дорогие участники я для себя хоть и не специалист в этой области почерпнул очень много для меня было очень интересно я думаю это не последняя наша встреча и не последнее обсуждение на круглом столе даст бог если вот скоро выберемся из карантина у нас будут более такие непосредственные живые встречи у нас как я сказал вначале есть дискуссионный клуб я смогу организовывать более крупные такие семинары и дискуссии с привлечением большей аудитории заинтересованных людей и студенчества и преподавателей и ученых и представителей государственных структур и мы можем вести более такой заинтересованный и продуктивный продуктивную дискуссию ну и продолжим конечно и вот в таком формате тоже работать и пользуясь случаем в конце хотел бы поблагодарить организаторов вот нашего онлайн мероприятия круглого стола кабар азия и институт айдаблю пиар очень оперативно очень эффективно и качественно я думаю прошло у нас это мероприятие и вам тоже большое спасибо если бишкек вы нас видите слышите вам большое спасибо ну и до новых встреч до свидания